Ну и теперь мы тыкаем на нашу кнопку, и у нас всё работает без лагов. Отлично. Всем таймбрейк, с вами Хефейк. И прямо сейчас мы будем создавать свой кликер наподобие ВК-коина. Гениально. В общем-то, чем мы сейчас будем особо так болтать, давайте сразу же приступим к делу. Настя! В общем-то, запускаем наш любимейший игровой движок Юнити. Вот так вот. Вот так вот. Ссылка на него, если что, будет в описании. Так, мне какой-то там чувак написал. Сейчас отвечу ему. Продолжаем, в общем-то, создаём новый проект. Называем его ВК-коинт. И также выбираем то, чтобы наша игра была 2D. Короче, создаём проект. Ждём, пока он создудится. Вот я, в общем-то, вернулся. Принёс квасика. Вот это я понимаю. Ну уж сорян, что я вас так соблазняю прямо на квас. Ну уж сорян. Короче, приступаем дальше. В Юнити у нас тут всякие вот окна, как вы видите, да. Короче, вы их так можете перетаскивать, да. Если у вас как бы не так, как у меня, то вы свободно можете их перетащить как угодно. Так. Ну почти как угодно. Да, блин. В общем-то, так же, если у вас там нету некоторых окон, то их можно добавить вот здесь. Вот, да, window. И вот window и... Да, блин. Window. И вот здесь всякие тут окна. И как бы, что дальше? Дальше мы идём в херархию. Вот эту штуку, да. Нажимаем здесь Create. Идём в UI. И выбираем здесь Button. Да, выбираем здесь Button. У нас создаётся вот такая вот кнопка. Мы её можем вот так вот подвинуть. Поменять ей, так сказать, скин вот здесь вот. Для этого я подготов... Я не подготовил, сейчас подготовлю. В общем-то, для этого я подготовил вот такие вот две картинки. Давайте их просто перетащим в Юнити вот таким вот способом. И теперь вот эту картинку монетки мы перетащим на пункт Source Image. Теперь у нас появилась картинка. Это какой-то бред. Но у нас она какая-то сплющенная. Это нам вообще сейчас не подходит. Короче, просто идём в Rect Transform и нажимаем здесь Reset. Лучше не стало. В общем-то, чтобы это исправить, мы просто увеличиваем параметр Hate. Если я правильно прочитал. Но это сейчас не важно. Ну, в общем-то, увеличиваем его. Думаю, вот так вот нормально. И также увеличиваем наш масштаб вот таким вот способом. Также у этой кнопки есть по умолчанию текст. Чтобы его удалить, мы просто разворачиваем нашу кнопку. Вот здесь вот. Находим вот такой вот объект. Текст. И удаляем его. О, и теперь у нас всё хорошо. Отлично. Ну, а дальше, ну, а дальше, дальше, дальше. Нам нужно создать счётчик, так сказать, наших монеточек. Для этого мы идём опять Create UI. И здесь мы выбираем текст. Перетаскиваем его вот наверх, в середину. И давайте теперь будем его настраивать. В общем-то, первое то, что мы сделаем, это поменяем ему цвет на белый. Вот так вот. Второе то, что мы сделаем, это мы увеличим размер шрифта. Вот здесь вот. Мы также сейчас можем столкнуться с проблемой то, что у нас текст пропадает при больших чисел масштаба шрифта. Чтобы это исправить, нам просто нужно увеличить параметры RackTransform, Weight и Height. Тем самым расширив, как бы, границы. И теперь наш размер шрифта можно уже делать больше. Короче, чё дальше? Дальше мы найдём параметр Allegiant, 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 да. И поставим здесь то, чтобы наш текст был чётко посередине. Короче, дальше мы добавим нашему тексту обводку. Добавляем, в общем-то, новый компонент. В общем-то, ищем такой компонент, как Outline. Добавляем его. И теперь, как бы, у нашего текста появляется такая обводка. В общем-то, мы можем здесь увеличить её. Так, я думаю, будет просто лучше. Ну, теперь, как бы, можно уже стереть наш текст, чтобы он, как бы, нам не мешал здесь. И написать здесь просто ноль. Ну, а дальше, дальше, дальше мы должны добавить ещё одну кнопку. Это у нас должна быть кнопка магазина. В общем-то, опять идём в Create, UI. И здесь мы выбираем Button. У нас создаётся вот такая вот опять кнопка. В общем-то, меняем ей картинку. Удаляем текст на ней. И так же мы её нормально выравниваем по масштабу. Перемещаем её в угол. И вот и всё. Ну окей, чё дальше? Ну а дальше мы добавим наш магазин. Чтобы это вообще сделать... Чтобы это вообще сделать, давайте сначала создадим панельку. В общем-то, тыкаем опять на Create, UI. И выбираем здесь панель. У нас создаётся вот такая вот просто прозрачная панель. Это как бы просто такая картинка. В общем-то, давайте её немножечко сократим. В общем-то, давайте сейчас возьмём вот такой вот инструмент. И с помощью него просто возьмём и подвинем нашу панельку вот сюда вот примерно. Сделаем также ей цвет непрозрачный. Я думаю, так будет лучше. И что дальше? Дальше теперь давайте будем размещать здесь наши плюшки. Ну, для начала мы добавим такой компонент, как Vertical Layout Group. Сейчас вы поймёте, что это такое. Короче, нажимаем правую кнопку мыши на нашу панель. Ищем здесь UI. И создаём, допустим, текст. Нажимаем Ctrl D. Тем самым дублируя его. И смотрим. То, что он у нас, просто берёт и вот так вот спаунится. И это нам сейчас очень нужно. В общем-то, у меня тут есть картинки ускорителей. Да. В общем-то, давайте первое. То, что сейчас мы сделаем, это нажмём правую кнопку мыши на панели. И пойдём здесь в пункт UI. И тут мы выберем Button. Как всегда, меняем мы параметр Source Image. Просто перетаскиваем нашу картинку ускорителя на этот параметр. Также не забываем удалить здесь текст. Подравниваем здесь масштаб. И также мне ещё не нравится то, что наша картинка расположена не в самом лучшем месте, то есть не посередине. Так что давайте это сейчас мы сделаем. Просто идём в нашу панельку, идём в компонент Vertical Layout Group, который мы только что добавили. И меняем здесь Chilled Allegiant. В общем-то, выбираем здесь Upper Center. И теперь он у нас по центру. Окей, чё дальше? Ну а дальше мы просто берём, нажимаем Ctrl D. 5 раз. Потому что у нас 5 ускорителей. И меняем на каждом ускорителе картинку. Конечно, я понимаю то, что я довольно-таки криво вырезал эти картинки. Ладно, и так сойдём. Ну а дальше я хочу кое-что ещё сделать. Это подправить немножечко панельку. Убрать картинку, да. Вот таким вот способом. И тем самым у нас будет только один цвет на нашей панельке, который мы вот здесь вот указали. И как бы, так же давайте уменьшим ей немножечко масштаб. Вот так вот. И вот так вот, я думаю, будет намного лучше. В общем-то, чё дальше? Ну а дальше нам нужно, чтобы эта панелька вначале была не активирована. И то, что при нажатии на вот эту кнопку у нас появлялась эта панелька. Чтобы это сделать, нам просто нужно найти компонент Button и нажать вот здесь вот плюсик. Нажимаем плюсик, перетаскиваем нашу панельку вот сюда вот. И здесь мы выбираем GameObject. И выбираем здесь SetActiveBull. И указываем, будем ли мы включать нашу панельку, либо выключать. Мы её будем в данном случае включать. Так что ставим здесь галочку. Запускаем нашу игру. Тыкаем на эту кнопочку. И у нас появляется эта менюшка. И как бы, что дальше? Короче, опять нажимаем правую кнопку мыши по нашей панели. Идём в пункт UI. Находим здесь опять Button. Короче, включаем нашу панельку, чтобы её видеть. И если мы сейчас посмотрим на нашу игру, то мы заметим то, что кнопка у нас располагается внизу. Благодаря компоненту VerticalLayoutGroup. Короче, просто возьмём, развернём нашу кнопку. Найдём здесь объект Text. И здесь мы просто изменим текст на слово закрыть. И вернёмся опять на нашу кнопку. Опять нажмём здесь плюсик. Перетащим нашу панельку вот сюда вот. Убираем здесь опять GameObject. Опять SetActiveBull. Только в этот раз мы не ставим здесь галочку. И тем самым наша панелька будет отключаться при нажатии на эту кнопку. Короче, давайте сейчас отключим нашу панельку. Чтобы она у нас сразу не была видна. Опять запустим нашу игру. Нажимаем на эту кнопочку. У нас появляется панелька. Нажимаем на кнопочку закрыть. И она у нас закрывается. И так мы можем делать до бесконечности. Ну и вторую и последнюю часть этого ролика вы сможете досмотреть вот здесь вот. Да ты заебал. Так что тыкайте и досматривайте. Также ещё можете подписаться прямо сейчас. Ну а почему бы нет. Так что подписывайтесь. Пишите в ВК, если у вас какие-то проблемы с Юнькой. Ну и я жду вас во второй части. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok